Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, стоит ли доверять своей интуиции? Вот интересный очень вопрос, замечательный. Смотрите как, когда у отцов спрашивали, вот моя мысль или мой сон, он от Бога или не от Бога? То они, как правило, отвечали, что если будет известие какое-то от Бога в твоем сне или в каком-то видении, то у тебя не будет ни одной миллиардной доли сомнений в том, что это от Бога. То есть ты получишь это извещение точно совершенно. Если все остальное, то, что мы пытаемся себе представить, руководствуясь своим интеллектом, талантом, опытом, называем это собрание интуицией, если мы будем доверять этому безоговорочно, то мы очень быстро запутаемся и будем, конечно, лукавым прельщены, потому что он может много-много-много раз, убеждая нас в том, чтобы мы доверяли своему мнению, своей интуиции, действительно исполнить так, как мы его чувствуем. Это может быть сто раз или двести. Ведя нас к тому, подводя нас к тому самому главному моменту, когда нам нужно будет принять решение основополагающее, как мы даже сами не будем, может быть, знать для нашей жизни, для судеб других людей, и мы вылезем вперед со своей интуицией и скажем, вот, вы знаете, всегда моя интуиция срабатывает на сто процентов, и тут мы будем обмануты, обмануты причем крупно, потому что у беса нет времени и нет усталости, поэтому и есть опыт колоссальный, тысячелетний, поэтому он найдет возможность, как нас к этому привести. Другое дело, что, вот знаете, как, когда я стал духовным чадом своего духовного отца, отца Владимира, какое-то время очень долго, и мы с ним совпадали во всем. То есть я приходил к нему с вопросом, я спрашивал почти обо всем, от самых мелких вопросов до самых крупных, и всегда его ответ совпадал с моим чувством. Через какое-то время, там, через два-три года, я спрашиваю, я говорю, батюшка, почему вы всегда отвечаете так же, как я думаю? В чем тогда смысл послушания? Он мне сказал, ну, я ведь оставляю за собой возможность сказать нет, вот, сказать по-другому. Я говорю, а, да, конечно, конечно. Но когда мне первый раз сказали нет, когда я в очередной раз был уверен, что моя интуиция меня не подведет, и что мы во всем совпадаем, и что вот я так прекрасно расту, и первый раз я услышал нет, я был колоссально расстроен. Я стал возмущаться, я стал говорить, подождите, может, вы меня неправильно поняли, я еще раз вам постараюсь объяснить. Вот, но потом услышал это твердое нет, и даже возрадовался, потому что вдруг понял, что я первый раз действительно столкнулся с тем, что моя воля не совпадает с волей Божьей обо мне, о том, как я думаю. Вот, когда я понял, насколько это болезненно, я понял, что не стоит доверять своей интуиции во всем. Мудрость, она во многом совете. Не обязательно в совете со многими, достаточно в совете с одним человеком, человеком, которому ты доверяешь себя, и от которого ты пытаешься услышать волю Божию о себе. Если это не касается духовной жизни, то, я думаю, так же правильно будет поступать и в светских вещах, когда мы имеем наставников мудрых в тех или иных областях, людей опытных, да и вообще любое дело, которое мы пытаемся начать, серьезное, оно должно быть по Евангелию, да, посчитано нами, как вот, если выходишь на бой с противником, то смотри, сколько у тебя войск, или если задумал строить башню, то рассчитай их, хватит ли у тебя средств и материалов. Безусловно, на интуицию полагаться можно, это весело, вот, и задорно, но в основных вопросах, главных вопросах бытия, кроме угольных вопросов, серьезных решениях, лучше так не делать. Вообще, для христианина такой вопрос, он даже не стоит, потому что, если мы ходим перед Богом, то мы привыкли или должны привыкнуть все делать с молитвой. Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи, подскажи, Господи, направь. Как дети. Папа, папа, мама, мама, вот это, а это что, а это как называется, а здесь нам как себя вести, а здесь нам как делать, потому что вот это безошибочное бытие, безошибочное. Но я еще раз повторю, что все самые важные места нужно согласовывать с теми, кого вы избрали себе в советчике и учителям. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok